Покаяние Что такое покаяние? Это моя сила воли не делать ничего греховного? Или это когда Господь освобождает тебя от греха так, что ты просто не хочешь его делать? Ну, сам ответил на свой вопрос здесь, да. Покаяние — это тебя... К покаянию тебя не может привести человек. Это осознание своей натуры падшей настолько сильно, что тебя подводит к этому Дух Святой. И когда Дух Святой тебя подводит к покаянию, к настоящему покаянию, здесь же Дух Святой и показывает выход Иисуса. И когда мы принимаем Иисуса Христа в свою личную жизнь и говорим, Бог, мне не нужна просто помощь и сила воли. Не сработает сила воли ни у кого. Не видел я настолько сильных людей, которые бы победили грех. Не видел. Поэтому нам нужен Иисус Христос и его кровь. Что такое рождение свыше и покаяние? Немножко дальше зайдем. Это когда вся твоя натура тем, чем раньше наслаждалась, теперь даже ты попал в ту же самую вещь, но ты ненавидишь, тебе до блевотины тошнит. Потому что написано, тот, кто принял Иисуса, покаялся, грешить не может. И в оригинале там, знаете, это переведено в этом... В Синоде так переведено, что больше не грешит. А неправильно переведено. Больше не хочет грешить. Грешить будет, ошибаться будет, но теперь все его существо противится греху. И это первое... Это доказательство того, что ты теперь родился свыше, и у тебя пошел обратный процесс восстановления назад в Эдемский сад. И человек, такое существо, он долго не сможет делать то, что ему противно. Он будет просить Духа Святого освободить его от этого, и так далее, и так далее, и так далее. Есть много инструментов. Молитва освобождения, энкаунтеры, встреча с Иисусом. Разные-разные есть методы. Но покаяние не освобождает тебя, то есть как бы оно не освобождает тебя полностью, оно просто дает тебе противление. Понимаете, да? То есть тебе противно стало. Вот это то, что делает покаяние, рождение свыше. А потом начинается процесс работы со Святым Духом, и Он работает над твоим сердцем, характером, волей, осознанием, чтобы довести тебя и преобразить в Иисуса Христа. Понятно, да?